Доброе утро всем! Как мы рады все-таки встречать каждый день вместе с вами. Сегодня у нас тема приятная, правильно, Дем? Сладкая. Медовый спас она называется, и мы рады ее продолжить, потому что у нас новый замечательный гость в студии, да? Совершенно верно. Итак, у нас сегодня Геннадий Ковалев, председатель областного общества пчеловодов «Уральская пчела». Сегодня мы, наконец-то, поговорим о меде, именно о его качествах. Расскажите, пожалуйста, нам, Геннадий Васильевич, «Как отличить настоящий натуральный мед от ненастоящего?» Это самый главный вопрос, который волнует людей, неопытных. И вообще можно ли это сделать, так скажем, на глаз? Ну, вообще, это сложная тема, и вряд ли можно. Я бы, например, не взялся определять качество меда просто на глаз или, допустим, на вкус. Сегодня химия шагнула далеко вперед, и поэтому гарантировать или взяться, вот чтобы я пришел и взял и обижал, допустим, хорошего пчеловода или там жулика, как отличить невозможно. Поэтому только лаборатория может определить качество меда. Главный показатель, который определяет качество меда, это диастазное число. Диастазное число можно определить только лабораторным путем. Все остальные показатели, они настолько относительны и неважны. Поэтому даже влажность, которую люди пытаются определить химическим карандашом, это не существенный показатель, это просто влажность. А качество нектара, это, ну, немножко влажнее вы покушаете, ничего страшного. То есть, получается, каких-то народных способов на глаз нет таких, да? Или они есть, но они не такие действия? Геннадий Васильевич, расскажите секреты, народные способы. Они есть, но они настолько несущественные, что... Ну, например, например, какой способ? Ну, некоторые определяют, вот, тарелочка, воду наливая, и образуется решетка внизу. Ну, то есть, как соты. Как соты. У нас даже на собрании некоторые поверили в эту смешную историю. Пчеловоды, профессионалы. Но это просто развод густого содержимого внизу, меда как такового. Но если мы сделаем сахарный сироп, то будет точно такая же решетка. Это уже проверено. Поэтому это не действенность. Не работает. Не работает. Вот. Так, ну, а вот если говорить про мед именно, какие целебные свойства он в себе содержит, и какой мед лучше употреблять. То есть, есть же много разных. Вот я вижу, у вас, видимо, гречишный, правильно, вот этот темный? Вот этот, правильно, молодец. Молодец, Анечка. Это как раз. Это темный, мы его называем красный или черный мед. Он и есть гречишный. Это единственный мед, который обладает очень резким запахом, ароматом. И когда открываешь, допустим, бетон, то по всей квартире раздается запах. Можно открыть, понюхать? Можно открыть. Так, открывай. А вот мне всегда говорили, мне всегда говорили, что именно гречишный является тем самым, вот, не знаю, целебным целителем. Ой, я боюсь. Давай я пока открою. Все-все-все, я сама. Это относительно. Мне, например, по вкусу нравится липа. О, боже. Липовый мед. Не в смысле липовый, а в смысле липовый. А кроме гречишного, что вы еще нам принесли? Это какие сорта? Ну, вот этот по цвету, видите, одинаковый. Вот это липа, а вот это разнотравье. Вот это тоже разнотравье, но я его специально принес. Это мед, который сел уже, закристаллизовался, как мы говорили. Это прошлогодний, получается, или нет? Он может засахариться, закристаллизоваться буквально за одну ночь при такой погоде, как у нас, холодная. Он может сесть и быть вот таким вот буквально через ночь холодную. Ань, пока вы продолжайте, я попробую. Я бы у вас, знаете, хотела спросить, а есть ли у вас какие-то, может, народные методы? Ну, от простуды. Обычно мед ассоциируется с тем, что это лечебное какое-то лекарство, и от простуды, тем не менее, вот, например, помогает. Есть ли у вас какие-то, может быть, просто у вас есть какой-то рецепт, поделитесь. От простуды, ну, все методы хороши, и банька хороша, и мед хороший. Но я бы пользовался, я бы использовал, например, липу, потому что липовый цвет даже употребляют, и настои на цвету липы употребляют как лекарство. А это, получается, сгусток всех положительных вот... Ну, то есть просто вот ложку меда, вот, знаете, я просто слышала раньше было такое, если ты хочешь быть здоровым, то с утра ложку меда натощак, а вот потом уже, а потом можно уже стакан кипятка, например. Ну, как бы, не сразу. Я, например, и больше ложки употребляю, не просто вот большую, а там, когда поначалу, это вообще была ложка меда, это ничего, это очень мало. Но для простых людей я бы рекомендовал вашу рецепцию. Ложку меда натощать? Обязательно. А вот если болят, там, например, горло, вот это вот помазать, все везде натереть, если ты кашляешь, это все работает? Помогает, по-моему, да? Помогает, но это во вред не будет, в любом случае, поэтому, если на какой-то цвет нет аллергии, потому что в меде существует пыльца, которая может отразиться негативно, я имею в виду по здоровью человека. Да, то есть включаем мед в повседневный рацион и будем здоровее, правильно, Китай Алексеевич? Правильно. Вот, все, правильно. Рецепт рассыпается. Я попробовал вкуснота. Вкуснота. Удивительно. Спасибо вам огромное, мы вас поздравляем, во-первых, с праздником, потому что сегодня праздник у нас. И спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня и накормили Дмитрия. Ох, мы напомним, что удивительно, замечательный человек сегодня в гостях, Геннадий Ковалев, председатель областного общества пчеловодов «Уральская пчела». Ну, а прямо сейчас у нас следующая рубрика со мной, рубрика, вот мы будем разбираться, да, как все-таки правильно говорить, новорожденный или новорожденный. Очень интересно, послушайте.